Сатнам, дорогие друзья! Доброго времени суток! У нас сегодня будет занятие посвящено нашей мощи, нашей силе. И комплекс, который мы будем сегодня делать, он не длинный совсем, он короткий, интенсивный, быстрый и придает большое количество витальности, жизненной силы. Мы чувствуем нашу собственную мощь наибыстрейшим образом, потому что упражнения некоторые непростые, силовые упражнения, но в общем-то комплекс не длинный. Поэтому очень приятно выполнять его, когда у нас нет времени. Вот у нас есть где-то час времени, 45 минут, и мы хотим уложиться с этим комплексом, с небольшой медитацией, чтобы у нас был полноценный урок, но достаточно интенсивный. Потому что бывают комплексы йоги, кундалини, в частности, длинные, длительные, на полтора часа, больше немного даже. Трудно сделать комплекс какой-либо на час времени, чтобы он был такой пробирающий, да, изнутри наружу. Вот, пожалуйста, есть комплекс. Он совсем не длинный. Я точно не засекала время, но, по-моему, он идет минут 35. И в этом комплексе необязательно делать разминку, я так считаю. Конечно, по канону, по всем правилам, по формату кундалини-йоги, пранаяма, разминка, комплекс, медитация, шивасана или шивасана-медитация. Это такой формат занятий. Я убедилась в том, что этот комплекс экспресс достаточно интенсивен, и упражнения, которые идут одно за другим, не заставляют нас делать разминку. Попробуйте, испытайте на себе. Я по своей системе поняла то, что, когда у меня нет времени на разминку ни на что, но я хочу быстро испытать, собственно, мощь моего тела, да, моего ума, моего сознания, моих тонких тел, моих различных составляющих, да, вот почувствовать себя хорошо. Я делаю этот комплекс, и он помогает. Также у нас сегодня будет интересная медитация на 11 минут. Мы будем избавляться из всего того, что нам не даёт быть нами самими, то есть всё, что нам мешает. Может быть, на эмоциональном уровне какие-то блокировки находятся, да, заблокированные эмоции, невыпущенные эмоции, непроработанные эмоции, нетрансмутированные, нетрансформированные эмоции. Это всё занимает место нашего энергетического пространства в нашей структуре. Мы с этим будем сегодня разбираться. И медитацию, которую мы сегодня будем делать, она так у нас и называется. Выдохните все ваши тяжести, тяготы. Выдохните. Мы будем работать сегодня с дыханием. И выдыхать, реально выдыхать, да, принцип опана будет работать. Вдыхать будем всё необходимое, нам нужное. Выдыхать опана, принцип всё, что выходит из нашей системы. Мы по принципу опана будем выдыхать всё, что нам не нужно. Весь негатив, всё непроработанное нами, полупроработанное, всё, что нам больше не нужно. И избавляться от этого, из нашей структуры. Так что вот у нас сегодня такое занятие. Давайте начинать. Мы сидим в простой позе, глаза у нас будут закрыты, концентрационные точки между бровями. И мы начинаем с инициирующей мантры. Ой, намо, говорю, дэй, намо. Я преклоняюсь перед Всевышней мудростью в себе саму. Глубокий вдох. И выдыхаем. Глубокий вдох. И выдыхаем. Вдох, чтобы начать. Ой, намо. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Содержка с банхами. И выдыхаем. И выдыхаем. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. И выдыхаем. Разминка. Разминка. Потому что система разогревается в процессе первого упражнения. У меня лично. Так что, если вам нужна разминка, пожалуйста, делайте небольшую разминку. Ноги из позвоночного столба, пожалуйста. Я поняла то, что у меня система от ежедневных упражнений и похода в спортивный комплекс в совершенно нормальном состоянии. Я могу с утра встать, рано и делать это упражнение нормально, без разминки. И дальше это упражнение первое разогревает нас ко второму упражнению. Потому что в первом упражнении у нас находится угненное дыхание имеет место, пранаяма и асана определенная, которая тоже дает нам хорошую циркуляцию крови, циркуляцию энергии в нашей системе. И второе упражнение тоже способствует разминке нашей системы. Так что, я чувствую, что без разминки мне вот достаточно. Посмотрите по себе, как вы себя ощущаете в этом комплексе. Можете сделать небольшую разминку, если вам необходимо, на гибкость позвоночного столба, на встречинги какие-то, растяжки. Первое упражнение у нас будет для очищения. Очищение изнутри и наружу нас самих. И это упражнение для солнечного сплетения и для печени. Если вы чистите печень определенными травмами, делаете какие-то определенные диеты для очистки печени. Хорошо каждый день выполнять это упражнение. И вообще хорошо каждый день выполнять это упражнение как профилактика для работы печени. И также у нас печень связана с нашей злостью, раздражением. Говорят, что если у нас много раздражения в системе, много злости, эффект идет на печень. Возмущение определенное в печени происходит. Это связанное эмоциональное состояние с работой печени, с этим органом. И также если у нас печень не в порядке, больная печень или просто зашлакована очень сильно, что есть больная, очевидно, шлаков много, неправильного питания, может быть, и неправильного поведения, распорядка дня и так далее. Раздражительных факторов очень много действует на нас, эффект идет на печень. То мы можем также работать вот с этим упражнением. Бывает, что эффект идет на печень от того, что мы пребываем много в раздражении, в диссонансе. То есть мы имеем неправильные паттерны поведенческие, паттерны мышления. Что-то нас постоянно в мире раздражает. Мы не в ладу сами с собой, не в миру сами с собой находимся. И мы во всем видим или угрозу, или мы боремся постоянно за что-то, постоянно с чему-то раздражаемся, критикуем себя, критикуем других людей, недовольны. Раздражение, злость внутренняя, невыраженная злость. Эффект идет на печень. Так что хорошо понимать то, что если у нас есть какие-то такие вот моменты в нашей системе, поведенческие паттерны, мыслительные паттерны, хорошо с этим разбираться, осознанно к этому подходить, потому что мы просто можем себе печень посадить, то есть вывести из баланса хорошо работающий орган. И упражнение также идет на солнечное сплетение. Солнечное сплетение эмоциональное, наша сфера как бы находится в нем. И наши подавленные эмоции, как говорят йоги, находятся в районе солнечного сплетения, под сердечной чакрой, под анахатой чакрой. И когда мы хотим вывести вот эти вот эмоции из нашей системы, не обязательно ходить к психиатру или в себе еще более раздражать какие-то внутренние наши неадекватности. Можно, конечно, сочетать с психотерапией данные упражнения или упражнения на солнечное сплетение. Можно также просто выполнять много упражнений на солнечное сплетение. Тогда не обязательно будет расковыривать, как говорится в кавычках, да, в себе вот эти всякие болевые моменты, давить на больные мозоли. А просто на энергетическом уровне мы будем высвобождать энергию от подавленных эмоций, от подавленных наших каких-то невыраженных желаний и так далее. Все это как бы сидит грузом в районе солнечного сплетения. Вот мы с этим сегодня работаем. И у нас упражнение будет идти 3 минуты на одну ногу, затем 3 минуты на другую ногу, и потом еще раз мы повторим на ту ногу, которую мы делали с самого начала упражнения. Давайте выполнять. Мы садимся на левую пятку. Правая нога у нас будет находиться на ляжке левой ноги. Ну, легче показать, чем объяснять. Это такое упражнение, что здесь показывать нужно. И мы будем балансировать себя на носках, то есть у нас будет изначально вес идти на пятку, затем, когда мы сядем в асану, в эту позицию, у нас вес перейдет на носок, и мы будем балансировать себя на носке изначально в первом упражнении левой ноги и на кончиках пальцев. Смотрите, чтобы у вас не руки были на полу, поддерживали вас, а кончики пальцев. Это нелегко, это тяжело. Если у вас не получается изначально, тогда можете просто руки на пол положить и поддерживать себя, свое тело таким образом. И у нас будет спина прямая в этом упражнении, глаза могут быть закрыты. Мы будем делать огненное дыхание через нос. Можем работать с мантры. На вдохе сад, на выдохе на. Мантра всегда под спорья, помогает нам привлекать все более качественные вибрации. Садна обозначает, я идентифицирую себя, я отождествляю себя с Богом, я отождествляю себя с Абсолютом. И давайте я покажу, что мы делаем. Наконец-то мы будем выполнять это упражнение. Значит, изначально мы садимся на пятку левой ноги, и левая нога нас будет держать на весу, правая нога у нас идет на ляжку левой ноги, сюда. И мы будем переводить наш вес на носок левой ноги. Так, перевели. И получается, что мы на воздухе держимся. И у нас кончики пальцев нас поддерживают. Вот мы сидим вот в этой позиции, и держимся в ней три минуты с огненным дыханием. Я засекаю время, и мы можем начинать. Спина максимально прямая, отобородок немного подоткнут к груди, у нас небольшой шейный замок имеет место. И мы на вдохе сад произносим ментально про себя, на выдохе нам. Можем начинать. Можем начинать. Можем начинать. Можем начинать. Можем начинать. Можем начинать. Можем сейчас зарабатывать только что Listen, о Рябе счастья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Можем размять наши пальцы немного, потому что у нас еще один подход будет к этому упражнению. На 3 минуты опять будем балансировать себя на нашей левой ноге. У нас с пальцами, конечно, ситуация такая непростая. Надо поработать. Есть, знаете, специальные мечи, чтобы сжимать, чтобы пальцы крепче стали. Мышцы. Вот, да, на пальцах оказывается. На пальцах же тоже мышцы, оказывается, есть. Вот кто бы знал, да? Но много есть упражнений в йоге, где нужно держать баланс на кончиках пальцев, на самом деле. Много есть асан, много упражнений, то есть это не новшество какое-то, поэтому по-любому хорошо развивать мышцы на пальцах, по-любому это пригодится. И мы переходим к этому же самому упражнению, тоже будем балансировать себя на левой ноге. Наше же самое первое упражнение, вернее, подход к этому же самому упражнению будет идентичен. Можем начинать. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok